Всем привет, друзья! Меня зовут Даша, к слову, вот она я, и я очень рада тому, что вы заглянули на мой канал. Это канал о вязании, о моем хобби, и это видео будет о вдохновении на вязание для деток, а именно для деток на осенний-зимний период. Сегодня мы с вами посмотрим журнал, который находится у меня в руках. Это журнал от довольно известного норвежского производителя пряжи, который называется Daligarn, и название журнала Yardmade. На моем канале есть уже целый плейлист с подобными обзорами, и ссылочку на него я обязательно для вас оставлю. Вы сможете перейти и вдохновиться. У меня уже есть несколько обзоров на детские журналы. Там множество моделей от малышей, совсем маленьких, скажем так, новорожденных, до подросткового возраста. Поэтому, друзья, ссылочка будет внизу, и, возможно, на детские обзоры я подсказочки добавлю где-нибудь в верхнем углу данного видео. То есть будет всплывающая подсказка. Значит, друзья, что я еще хотела сказать, прежде чем перейти к обзору. У данного журнала есть электронный сайт, и вы можете на него зайти с абсолютно любого гаджета, который у вас есть. Главное, чтобы на нем был доступ в интернет. То есть это может быть компьютер, это может быть телефон или планшет. Название сайта Yarnmade.no. То есть Yarnmade.no. Ссылочка, опять же, на сайт будет внизу в описании. Вы сможете перейти и просто нажать на эту ссылку, и окажетесь уже на сайте. Там огромное количество полезной информации. Там есть электронные версии журналов, различные описания. Их все можно скачать. Они все доступны для изучения, для повторения. Единственный момент, они все на норвежском языке. Поэтому электронная версия удобна тем, что вы всегда можете воспользоваться электронным переводчиком и подчеркнуть для себя всю полезную информацию без особых усилий. Вот. Значит, это то, что касалось какой-то вводной информации. И теперь, друзья, давайте посмотрим на данный журнал поближе. Здесь собраны модели в основном для маленьких деток, но также есть немножечко, скажем так, моделей для деток где-то до 6-7 лет. Вот. Но в основном этот журнал посвящен именно малышам. Поэтому, если вы находитесь в ожидании малыша, или у вас недавно родился малыш, то этот обзор будет для вас невероятно полезным. Здесь столько классных идей, столько милых таких решений. В общем, я настолько вдохновилась. Мне хочется прям всего навязать. Но Оливия уже подросла, поэтому большинство моделей только для вдохновения. И я буду использовать какие-то элементы. Кстати, друзья, это очень классный лайфхак. Если у вас уже детки подросли, да, они, скажем так, пошли в школу, или они ходят в детский сад, но вам нравятся вот эти вот милые детские одежки, вы всегда можете использовать какой-то элемент. То есть вы можете вдохновиться либо цветовым решением, либо, например, вот как здесь. Очень красиво и интересно выполнены дорожки. Но дорожки не просто из изнаночных. Здесь дорожки выполнены рисом на фоне лицевой глади. Скрещенная резиночка, косы. Это такой ромпер. Мы дальше с вами его рассмотрим. Но можно связать, например, джемперок, да, вдохновившись, например, вот такой обработкой, скрещенной резинкой, какими-то вот такими вот полосочками. Вещь получится довольно сдержанной, интересной, да. Нам же не обязательно вязать ромпер. Мы можем связать джемпер. Вот. Или какой-нибудь кардиган. Ну вот, то есть можно взять какие-то элементы и воплотить их в других немножечко изделиях. Поэтому это очень важно. Если вдруг ваши детки уже подросли, то все равно можете посмотреть этот журнал. Возможно, вы для себя подсмотрите какой-то интересный момент или какое-то цветовое решение. Кстати, друзья, я прочитала комментарий к прошлому обзору, который был посвящен трендам в вязании на осень-зиму. И он, этот обзор, он касался именно взрослых моделей. Многие были не очень довольны цветовыми решениями. Но еще раз подчеркну, это скандинавская мода. Это именно норвежское видение того, как должны выглядеть цвета. Поэтому если вас не вдохновляют какие-то цветовые решения, вы всегда можете их заменить на те, которые нравятся вам. Вот. Ну, давайте теперь полистаем с вами журнал. И, кстати, в этом журнале также будет много изделий из пушистой, довольно толстой пряжи. Норвежцы любят вязать не только взрослые, такие объемные, пушистые свитера а-ля хендмейт, очень такой хендмейт, но и для деток тоже. Поэтому такие модели тоже сегодня с вами рассмотрим. И вот вы здесь можете видеть, что в этом журнале представлены модели от нуля до 12 и от двух до 12 лет. То есть здесь имеется в виду месяцев, то есть для малышей до года и от двух лет до 12 лет. Вот. Очень классные комплекты. Меня настолько вдохновляют эти фотографии. Они настолько милые, настолько все продумано это оформление. Посмотрите, насколько это, не знаю, по-детски так тепло и по-доброму. В общем, барашки, стрекозы, цветочки. И сейчас мы с вами рассмотрим модели для деток до года. То есть от нуля до 12 месяцев. Но вам же ничего не мешает вязать, например, такой же кардикан, только на размер побольше. Единственное, что в описаниях все модели, которые вы сейчас увидите, они будут именно до года. То есть на маленькую линейку рассчитаны. Здесь такой вот интересный кардикан. И обратите внимание, что здесь выполнены две ажурные дорожки. Из довольно популярного узора я уже неоднократно встречала в Инстаграм данный узор, как в профилях, которые специализируются именно по вязанию узоров, так и в некоторых изделиях девчонок. И, кстати, друзья, если вы смотрели мой прошлый выпуск, то вот такие вот дорожки как раз были использованы на худи из Кидмахера. Вот именно таким узором там были вывязаны дорожки. И вот в детских изделиях это также используется. При этом по рукавах внизу также выполнен такой вот ажурный узор. Довольно интересное решение. И давайте теперь посмотрим все это на модели. Вот такой вот милый малыш в кардикане и в ромпере. Причем элементы кардикана, они повторяются в ромпере. Видите, вот эти вот ажурные вставочки. Они все присутствуют. И на кардикане, и на штанишках. Вот, очень интересно выглядит сам ромпер. Кардикан. Здесь вот немного в другом цветовом решении. Здесь такой очень теплый, скажем так, темно-бежевый, наверное, с розовинкой, с небольшой. И кардикан цвета морской волны. То есть такой комплект для мальчика больше, а этот, наверное, для девочки. Хотя, знаете, можно же и для мальчика белые вещи использовать. Мне кажется, это абсолютно такие унисекс цвета, которые подходят и для мальчиков, и для девочек. Кофе с молоком, красивый такой цвет кардигана. Милые пуговки и белый ромпер. В общем, очень красиво. Кстати, шапочка с узелком. Я когда начинала только вязать, я вязала для Оливии подобную модель шапочки. Я вдохновилась, помню, в инстаграм, в одном из профилей. Кстати, ссылку на него обязательно оставлю. По-моему, называется он Мам с Бани или как-то так. В общем, я точно не могу сейчас вспомнить название, но ссылочку на этот профиль я обязательно оставлю. Там огромное количество классных детских вещей. И вот там я увидела эту шапочку с узелком впервые. Так вот, друзья, я долго мучилась, смотрела, думала, как же мне ее повторить. Я на тот момент еще не особо умела вязать. Но, скажем так, у меня было две попытки, и я связала две шапочки. Одна просто получилась немного больше. А в эту я связала как раз нужного размера. Вот здесь малыш сидит в шапочке. Я не знаю, как они умудрились одеть малыша в эту шапку и еще сфотографировать. Потому что Оливия все время ее снимала. И мне кажется, что для того, чтобы эта модель была максимально практичной, к этой шапке нужно сделать ушки и завязки. И тогда эта шапка действительно будет использоваться по назначению, а не просто для пары милых фотографий, скажем так, мамина радость. Поэтому я могу вам сказать, что если вам нравится эта шапочка с узелком, то обязательно вяжите ее с ушками и завязками. Для того, чтобы, скажем так, она не просто радовала ваш глаз, но и служила верой и правдой под своему назначению. Теперь давайте посмотрим немного детальнее на модель ромпера. Это такой, скажем так, детский комбинезончик, который имеет застежки на плечиках. Возможно, для совсем маленьких деток это не очень удобно, поскольку часто нужно менять памперс, и это все придется снимать. То есть расстегивать плечики и снимать. Но это выглядит настолько мило, что иногда можно и заморочиться. Очень простая конструкция, вяжется элементарно просто. Вы видите, что фасон довольно свободный, то есть чтобы ничего нигде не жало. В комплект связан плед и милые носочки. Кстати, вот так выглядит кардиган именно в сложенном состоянии. То есть здесь узоры идут еще и по низу. А вот в этом кофейном, видите, узора по низу нет. То есть можно использовать по рукавам и по низу. Можно просто выполнить дорожки, как в данной модели. Вариантов очень-очень много. Так, дальше. Дальше еще один невероятно милый, очень такой нежный девчачий комплект с очень популярным узором. Это вот такие вот ажурные дорожки. Если вы следите за моим каналом, друзья, то вам этот узор знаком, поскольку я очень хочу связать свитер из Кидмахера когда-нибудь, используя данный узор. Моя подружка из Испании, Катя, она вязала себе свитер, по-моему, из Drops Sky. И у нее были вот такие ажурные дорожки или из Drops Air. В общем, я не помню точно, но у Кати точно есть на канале, по-моему, во влогах или даже в мастер-классах видео, где она рассказывала, как вязать вот такой узор. В общем, он довольно простой, но невероятно эффектный. Он классно смотрится как в пушистой пряже, так и вот в гладенькой. Вы можете посмотреть, что здесь также связан ромпер. То есть это такой как бы комбинезон и кардиган. Кстати, кардиган очень-очень классный. Он выполнен с планкой. Планка здесь цельновязанная. Это можно вот здесь посмотреть. И это связано резиночкой один на один, скрещенной только по лицевой стороне. То есть скрещивались только лицевые петли. Это видно вот здесь вот по изнанке. Но это все настолько классно выглядит, вы даже себе не представляете. Вот если вы скачаете себе электронную версию журнала и посмотрите это все на компьютере, вы сможете оценить. И здесь также идет скрещенная резиночка один на один. Видите, и на ромпере боковые, такие как лампасы сделанные, плюс по переду на груди также есть вот такие элементы. Мы можем посмотреть, что и сзади кокетка вывязана этим ажурным узором. Для того, чтобы под грудью на талии, можно сказать, хорошо фиксировался ромпер, здесь оформлено резиночкой один на один. И после резинки здесь выполнялись прибавки. Это, кстати, тоже очень заметно. Чепчик, кардиган, ромпер и носочки. Наверное, дальше будет детальнее. Нет, детальнее не видно. Но, возможно, дальше по ходу журнала еще вернемся к этой модели. Если нет, то на странице 53 будет описание на все эти модели, которые здесь показаны. Теперь одна из самых популярных вещей в Скандинавии это такой, скажем так, комбинезон-чехол для автокресла. Я когда-то тоже вязала такой для Ливии, но у нас он не особо прижился, потому что я связала его как конверт, а нужно было вязать именно как комбинезон. То есть здесь вяжется капюшон, рукавчики, а для ножек вяжется одно такое большое полотно, посерединке делается дырочка для того, чтобы можно было вот эти вот ремешки из автокресла продеть. Дело в том, что в Скандинавии и в особенности в Норвегии к перевозке детей, к транспортировке относятся очень-очень серьезно. Здесь нельзя возить детей без автокресла, поэтому автокресла здесь очень-очень популярны и, соответственно, придумаются всевозможные гаджеты для того, чтобы ребенку было тепло, удобно, комфортно. И когда это совсем маленький малыш, который и спит в автокресле, и хочется, чтобы ему было максимально тепло, поэтому вот такой вот чехол. И он, как вы можете заметить, на молнии. То есть, в принципе, это можно прирастигнуть, и ребенку уже будет не жарко. Можно снять капюшончик, вот как на этой фотографии, или наоборот одеть. Так что вот такие вот вещи. Значит, что касается элементов. Элементы здесь очень простые. Здесь изнаночная гладь и дорожки из вытянутых лицевых петель. К сожалению, так вот на глаз посчитать, сколько здесь изнаночных петель я не могу. Хотя, может быть, раз, два, три, четыре. Четыре изнаночных петли и лицевая вытянутая. Также резиночки на рукавчиках и по капюшону выполнены скрещенной резинкой один на один. Очень интересные такие цветовые решения. Спокойный серый. Такой сложный сливовый даже оттенок. В общем, класс. Мне очень нравится эта задумка. Зря я раньше ее не увидела, да, что можно связать такой вот комбинезончик с дырочкой и легко продевать туда ремешки от автокресла. Теперь давайте немножко ближе посмотрим на детский комбинезон, который был на обложке. И здесь вот такое вот интересное решение. Значит, давайте я сначала обращу ваше внимание вот сюда. Здесь как раз виден комбинезон. Это как бы штанишки, которые вывязаны вот таким же узором, как и рукавчики. То есть это дорожки из лицевых петель и идут такие вот тоненькие линии. Как бы сделан эффект нерегулярной резинки. Здесь, наверное, 4 лицевых. И потом идет дорожка риса. Одина одного. То есть одна лицевая, одна изнаночная. И такой вот интересный, красивый эффект достигается. Вот. Тоже скрещены резиночки один на один по рукавах, по горловине. Косы вывязаны по кокетке. И посмотрите, как интересно сзади выполнена застежка. Очень качественно, очень интересно, мне кажется. Вот такая планка здесь привязана. И застежка именно сзади. Вот такие вот штанишки. В общем, класс. Мне очень нравится. И горловина. Посмотрите, как классно здесь выглядит горловина. Она именно такая анатомичная. Еще шапочка. Ну, шапочка здесь, мне кажется, по крайней мере, в этой пряже. И с тем, как они натянули ее на малыша, она больше декоративная, чем согревающая. Это, наверное, больше как для лета. По крайней мере, для нашего лета это точно. Но вот здесь, видите, здесь есть ушки. И, кстати, вот способ ввязывания этих ушек можно посмотреть в этом журнале и потом применить абсолютно к любой модели детской шапочки. Поскольку здесь и полушнурайкорд, и само ушко довольно большое, хорошее. И это будет хорошо фиксировать любую детскую шапку. Потому что дети обычно, если они лежат, то шапки все равно куда-то сползают. Если они уже не сидят, то они пытаются это с себя снять. Вот, поэтому, да, шапки на завязках, это, по-моему, самая полезная вещь, которая может быть... Вот такие вот милые, интересные башмачки. Они, кстати, придуманы с завязочками для того, чтобы лучше фиксировать это все дело по ножке. Вот, здесь довольно высокий такой манжет. Он немного отвернут на фотографии. Но я думаю, можно их и повыше связать, для того, чтобы это были такие, как практически гольфики, и штаны у малыша не вылазили. Вот, это будет более практично. Еще один очень классный, очень популярный узор и несколько интересных детских моделей. И да, друзья, сейчас мы с вами будем говорить именно об этом ажуре. Дело в том, что многие очень скандинавские дизайнеры выпускали платные описания на взрослые кардиганы, где кардиган связан именно этим узором. Вот, я многие эти кардиганы сохранила себе в закладке, поскольку они мне безумно нравились. И, кстати, они были связаны именно из пушистой пряжи. А здесь вот из такой вот гладенькой шерсти. И вот такой вот интересный комплект нам предлагают связать. Блумерсы, кардиган и шапочка. Шапочка тоже самая простая, самая обычная. С ушками, носочки, плед. Кстати, обязка пледа также выполняется таким ажурным узором. В общем, все очень классно продумано. Мне кажется, можно даже связать такой комплект на подарок. И это будет очень интересно. Кстати, вот этот ажурный узор, да, он повторяется и в шапочке, и в обвязке пледа, и вот здесь вот на блумерсах. В общем, да, очень классно. Описание полностью этого комплекта есть на странице 58, да, там, где уже в конце журнала у нас с вами будут идти вот эти вот описания. И здесь как раз это все есть. Так, носочки вот такие детские. И очень классный кардиган. И посмотрите, как здесь классно вписали узор в реглан. Обвязка выполнена платочной вязкой и по низу, и планка. Да, очень интересно. Или все-таки резиночки здесь как изнаночная гладь. Кстати, друзья, я, наверное, немного ошиблась, когда сказала, что все платочная вязка. Платочная вязка это только планка, но обвязка на манжетах, на горловине и по низу кардигана, да, вот здесь, она выполнена именно изнаночной гладью, то есть полностью изнаночными петлями по лицевой стороне. Да, это хорошо видно. И теперь немного жаккарда. Посмотрите, какие красивые детские наряды. В общем, детский чепчик, кардиган и платье. И еще башмачки. Потрясающее цветовое решение. Итак, давайте посмотрим сначала на платье. Платье здесь с круглой кокеткой, и расширение идет сразу под грудью, да. Вы видите, что здесь буквально несколько рядов жаккарда по круглой кокетке, и далее идет расширение. То есть здесь выполнены прибавки, скорее всего. Каждая петля удваивалась для того, чтобы максимально вот так вот расширить это платьице. Кстати, друзья, низ и рукава, а также горловина данного платья, она оформлена особым образом. Это такой подгиб, но при этом он идет с зубчиками. То есть вяжется сначала половина подгиба просто лицевой гладью, затем вывязывается один ряд, где вяжется накид, и две петли вместе. За счет этого образуются такие вот дырочки, и при подгибе будут зубчики. По рукавам, по низу изделия, и горловина вот здесь хорошо это видно, также оформлена таким вот точно образом. Обвязка выреза горловины оформлена тоже изнаночной гладью. Вот, ну я думаю, это можно оформлить даже крючком. Просто крючком пройтись, столбиками без накида, например, сделать застежки и сделать такую обвязку. Вот, это будет, мне кажется, намного проще, чем спицами это все дело поднимать и вывязывать. Вот, в любом случае детально можно все будет прочитать в описании. Вот, мне почему-то кажется, что здесь так оно и сделано, потому что вот планка на кардиган, она очень тоненькая, и похоже, что она связана крючком. Так что, наверное, здесь все-таки крючок и использован. Теперь давайте посмотрим поближе на кардиган. Здесь также повторяется вот этот элемент жаккарда, только полностью вывязан им кардиганчик. Возможно, даже он вязался как джемпер и выполнялся разрезной жаккард попереду, да, и потом просто обрабатывалось это все крючочком. Вот, значит, здесь сочетать нам предлагают такие цвета. Нежно-голубой, такой небесный, красивый горчичный, белый и пудрово-розовый. И посмотрите, как классно это выглядит. Кстати, манжеты на рукавах кардигана вообще никак не обработаны, то есть просто закрыты. Вот, горловина здесь обработана резинкой 1х1, причем в подгиб, то есть она такая толстенькая. Низ кардигана также ничем не обработан, то есть петли просто закрыты. Вот, а планочка обработана крючком. Мне кажется, вот они не стали заострять внимание именно на манжетах и обработке низа, для того, чтобы планка не смотрелась слишком, скажем так, скучно, просто, да, вот именно вот такая вот минималистичная планка. Эта идея поддержана отсутствием обработки на рукавах и по низу изделия. Вот, и теперь давайте посмотрим внимательнее на чепчик. Здесь очень тоненькие завязочки, возможно, они также выполнены крючком, к сожалению, детально я рассмотреть не могу, очень мелкая картинка. Вот, чепчик с круглой макушкой. И, кстати, друзья, у меня на канале есть очень подробный попетельный мастер-класс для начинающих, где я показываю, как вязать чепчик с круглой макушкой. И, естественно, этот же чепчик можно связать жаккардом, абсолютно любым узором, в том числе ажурными узорами, которые вот в этом журнале представлены, да, вот этим или вот этими вот дорожками ажурными. Сейчас. Вот этими вот, да, ажурными дорожками. То есть все эти элементы можно использовать в том мастер-классе, который есть на моем канале, и связать чепчик. Вот, здесь также вывязан жаккард, и в чепчике поддерживаются цвета кардигана, то есть белый, горчичный, небесно-голубой и пудровый-розовый. Очень красиво все это между собой сочетается. Есть такие осенние нотки, но при этом все как-то довольно ярко. Ну, по крайней мере, для меня это выглядит довольно ярко, потому что сам горчичный цвет, он очень самодостаточный и довольно яркий. Вот. Кстати, надо посмотреть, как вяжутся эти тапочки. Они такие милые вообще. Я думаю, вяжутся очень просто. Здесь, скорее всего, платочная вязка. Так что да. Вот. Еще один очень классный, очень милый комплект. Здесь есть вариант как для девочки, так и для мальчика. Очень простой жакет, да, такой кардиган и ромпер. Это, скажем так, такие трусишки на бретельках. Вот. Посмотрите, какой милый гномик. Вообще просто прелесть. Вот. Значит, девочкин костюм и мальчика костюм, они немного отличаются между собой. Значит, костюм для девочки, он связан таким теневым узором. Здесь идет сочетание лицевых и изнаночных петель. При этом изнаночные петли здесь идут в определенном каком-то порядке, что создает такой теневой узор. Вот. На кардигане есть такие полосочки. Очень плохо это все читается. Даже не могу разобрать, что именно там за. Возможно, здесь рис. То есть, вот провязан несколько рядов лицевой глади. Обработка точно рисом выполнена. А вот здесь, возможно, двойной рис, либо платочная вязка. Очень сложно что-то разобрать. Вот. В кардигане для мальчика также повторяется этот узор. Но, к сожалению, я пока что его так на глаз идентифицировать не могу. Вот. Очень милые шапочки. Но здесь также непродуманы ушки. Поэтому мне кажется, что эта модель будет немного непрактичной. Но вот что касается вот этого ромпера, это прям супер. Потому что, во-первых, он довольно свободный. И малышу в нем будет тепло и комфортно. Во-вторых, здесь внизу есть такие вот пуговки, что облегчит, естественно, переодевание малыша. Вот такие вот классные модели. Кстати, многие скандинавские дизайнеры вяжут именно вот такого плана ромперы. Их можно связать именно штанишками. Только, например, вдохновиться верхней частью изделия. То есть, как оформить резиночку, как оформить вот эти лямки. И связать, например, именно штанишками. Не обязательно вязать, скажем, такими вот шортиками. Но мне кажется, это довольно удобно. Главное, что здесь высокая посадка. И спина у малыша, даже если он уже ползает, всегда будет в тепле. Давайте теперь поближе посмотрим на следующие модели, которые нам предлагают дизайнеры. Здесь у нас такой комплект. Ромпер, да, очередной. Такой, можно сказать, бодик для малыша. Джемпер. Воротник накладной. Кстати, в Скандинавии уже несколько лет. Это прям тренд. Даже взрослые девушки, женщины носят такие воротники. Я не очень это понимаю. Мне это напоминает почему-то советские школьные годы, когда к форме и шел накладной такой парадно-выходной воротник. Но здесь, друзья, это почему-то очень популярно. И да. В общем, я вам просто показываю тренды. Если вы так же, как и я, не все из этого понимаете, то не удивляйтесь. Это в Скандинавии. Здесь свое видение моды. И еще одна модель, которую нам предлагают дизайнеры. Это вот такой простой, но довольно интересный чепчук с острой макушкой, как у гномика. И детские такие башмачки. Тоже очень милые. Итак, давайте рассмотрим детальнее. Что касается узора, то здесь все просто и банально. Это платочная вязка. Но это очень красиво смотрится. Акценты выполнены именно вот этим ажурным узором. К сожалению, друзья, я не знаю правильного названия данного узора. Поскольку я редко вяжу, скажем так, изделия, используя узор. Поэтому просто в журнале вы можете найти его схему, детально рассмотреть на фотографии. И если вы знаете, как он называется, то всегда можете написать мне об этом в комментариях. Вот. Я же просто буду называть это ажурными дорожками. Так вот, ажурными дорожками оформлен край чепчика. Выполнен вот этот накладной парадный воротник. Регланы линии оформлены. И впереди на нашем бодике несколько таких вот дорожек. Да, все это поддерживает один такой вот комплект. То есть одна концепция. И вот так вот это выглядит. Очень красиво. Очень светлые нежные оттенки. Вот. И вот, собственно говоря, малыши уже в этом костюме. Итак, друзья, давайте теперь чуть детальнее посмотрим на этот теплый зимний комплект. Прям полноценно можно утеплить малыша. Здесь у нас есть такой чехол-одеялка, штанишки, джемпер с боковой застежкой, шапка-шлем, варежки и носочки. Вот. Очень много классных идей. Шлем. По-моему, он связан обычной резинкой один на один. Обвязка тоже выполнена резиночкой один на один. Шлем вяжется очень просто. Вот здесь на фотографии можно его рассмотреть. Все по принципу пяточки. То есть ничего сверхъестественного. Единственное, что здесь нет дополнительного углубления. Поэтому голова малыша полностью не закрыта. Это, конечно, небольшой недостаток. Но всегда можно связать шлем немножечко глубже, сюда продеть резинку. И тогда шлем будет сидеть более удачно по голове. Хотя, мне кажется, можно просто добавить немного укороченных рядов вот здесь на макушке, а также вот здесь у затылка. И тогда все будет вообще в самый раз. Что еще? Варежки. Варежки, причем они как бы называются, по-моему, на русском языке, как царапки или что-то такое. То есть здесь нет пальчика. Это именно такие варежки для малышей. Когда ребенок еще маленький, и выделять как-то отдельно пальчик ему сложно. Поэтому вяжутся такие вот варежки, которые цельные. Оливия очень любила эти варежки. Вот только в этом году мы наконец-то уговорили ее носить нормальные взрослые рукавички, которые с пальцем. А до этого она сопротивлялась и хотела только вот такие. Вот ей было удобно, и она их очень любила. Вот. Теперь давайте поговорим немного о джемпере и штанишках. Насчет штанишек. Что я хочу сказать? У меня на канале есть очень подробный экспресс мастер-класс, где я рассказываю принцип вязания детских штанишек. И, друзья, я уверена, что в этом мастер-классе вы сможете найти полезные для себя некоторые нюансы, поскольку я там рассказываю подробно, как связать росток по спинке. Да, скажем так, сделать так, чтобы спинка была в штанишках выше, чем перед. И дело в том, что это очень важно. Я помню, когда я вязала первые детские штаны, я пересмотрела огромное количество мастер-классов на YouTube и связала штаны без вот этого ростка по спинке. В итоге штаны использовались только для фотографий несколько раз, поскольку если ребенок в них пытался поползти, перевернуться, штаны просто оголяли поясницу. Это было неудобно и непрактично. Скажем так, если связать штаны до подмышек, то, возможно, росток и не нужен. Но если штаны нормальной высоты, то однозначно нужно вязать росток по спинке. Это сделает штаны более носибельными. Поэтому, друзья, если вам понравилась идея этих штанишек, то вы легко можете посмотреть разные полезности в моем мастер-классе. Ссылочку я для вас обязательно оставлю и уже применить эти полезности при вязании, например, данной модели. Здесь мне нравятся такие хулиганские заплатки. Интересное сочетание цветов. Красивый такой оливковый, серый, белый цвет морской волны. Мне кажется, это отличное цветовое решение. Оно подойдет как для девочек, так и для мальчиков. Очень классно все это смотрится. Вот такой вот костюм. И самая важная, наверное, деталь для Скандинавии – это вот такой теплый мешок, в который можно посадить ребенка, и ему будет тепло и комфортно. Вяжется это все дело очень просто. Я думаю, здесь внизу даже выполнен шов. Можно, конечно, связать без шов, но набрать петли методом Джуди и связать такой большой длинный чехол из какой-нибудь теплой классной пряжи. И, например, использовать его для прогулок в коляску вместо пледа. Потому что ребенок, если он, например, не спит, то он этот плед может легко там, скажем так, ногами посовывать. И уже не будет так тепло и хорошо укрыт. А вот такой вот мешочек довольно удобно. Кстати, я использовала тоже мешок, который я вязала для Лив в автокресло, но мы его использовали в основном в коляску. Вот так. Он связан с резиночкой один на один. Все очень просто, но довольно практично. Еще несколько милых костюмов для совсем маленьких. Вот здесь такой классный плед с очень нежной голубой обвязкой. Красивый ажурный узор. Детские башмачки тоже очень простые. И вот такой вот комплект. Детский комбинезон, кардикан и шапочка. Описание всех этих моделей, напомню, будет доступно для скачивания в электронной версии журнала. Поэтому обязательно, друзья, заглядывайте в инфобокс. Еще что у нас здесь есть. Здесь еще есть один комплект. Курточка такая, как кардикан с капюшоном. На завязках. Шапочка, тоже платочная вязка. Здесь очень интересный такой элемент в виде сердечка. Он практически незаметен, поскольку сама шапочка вывязана изнаночной гладью. А сердечко лицевой гладью. Вот такие вот штанишки на бретельках. И маленькие башмачки детские. Да, здесь еще есть вот такое милое сердечко на штанишке. Вот, смотрите, какие детали. Мне кажется, они создают настроение. Еще один детский комбинезон. Здесь реглан сверху. Что еще здесь? Здесь тоже кулиска выполнена на горловине для того, чтобы подзатянуть. Планочка вывязана. Очень интересно. Регланные линии переходят в такие вот боковые лампасы. И шапка. Как бы смешно не выглядела эта шапка, поверьте, на голове у малыша она выглядит настолько мило. Я, если наеду, я вставлю вам фотографию. Похожа шапки только с жаккардом. И она мне настолько понравилась. Эти идеи с помпошеками. Такая вот квадратная шапка. Она вот этими ушками, как бы, знаете, свисает по бокам. Это так круто выглядит. Настолько по-детски, так мило. В общем, не знаю, как вам это объяснить. Я, наверное, постараюсь найти фотографию и вставлю вам, чтобы вы могли оценить, как подобная модель шапки сидит на малышах. Я знаю, у нас как-то это не очень популярно. А вот в Норвегии это очень любят. И я даже видела, по-моему, когда ездила в Мурана, кого-то из малышей в похожей шапочке. Вот, так что, да, это очень популярно. И это очень-очень просто вяжется. Просто прямоугольная шапка. То есть, вы вяжете по прямой. Здесь выполнили шов петля в петлю. Или просто можно как бы шить, да, закрыть петли более так. Крючком, например, закрыть еще как-то. Провязать по две петли вместе. Вот, закрыть и пришить помпошики. Вот, так что вот такие вот шапочки. Тоже завязки. Пол и шнурайкорд. Вот здесь это более детально видно. Кстати, здесь тоже есть один очень интересный элемент. Это вытянутые лицевые петли. И, кстати, вытянутые лицевые также присутствуют по регланным линиям. И вдоль вот тут планочки. Еще несколько детских моделей. Это вот такие вот простые штанишки. Но, опять же, повторюсь, они не очень анатомичны. И, мне кажется, у ребенка будет оголяться поясница. Вот. И вот такие вот простые кофточки на застежках. Которые на плечиках идут. Тоже все очень-очень просто. Штанишки связаны лицевой гладью. Кофточка платочной вязкой. Шапочка с узелком. Да. Вот все, что я вам рассказывала. Вот эти детские модели. Вот. Несколько атмосферных фотографий. И теперь мы с вами переходим к моделям для деток постарше. Их будет уже поменьше. И я постараюсь так детально на этом всем не останавливаться. Чтобы обзор не был на три часа. Итак, вот здесь такая милая девчонка. Очень озорная. В красивом жаккардовом свитере. В каких-то вязанных штанишках. И вот здесь она у нас поближе. Да. Это свитер с круглой кокеткой. С такими вот геометричными скандинавскими узорами. Планка очень просто оформлена. Это изнаночная гладь, скорее всего. Но она двухцветная. То есть сначала несколько рядов провязывалась желтым цветом. Затем светло-серым. И по низу изделия также обработана аналогично. Свитерок на девочку немного великоват. Вот поэтому здесь такие вот складочки образуются. То есть ей немного длинноватые рукава. И в принципе видно, что на пару размеров свитер на нее немного великоват. Но мы все вяжем на вырост. Поэтому это нормально. Еще один костюм для малышей. Это штанишки и джемпер жаккарда. Здесь такой вот жаккард в виде крапушек. Вот так вот классно это выглядит. Мне очень нравится. Это так по-детски немного так озорно выглядит. И тема жаккарда поддержана в виде завязки. Вот здесь на штанишках. Кстати, мне кажется, манжеты на штанах и пояс тоже можно оформить в виде какой-то темной пряжи. Для того, чтобы создать какие-то дополнительные акценты. Например, поддержать тему жаккарда, как вот поясок. И даже так, друзья, штанишки выглядят довольно неплохо. А здесь, кстати, есть застежки. Еще один классный свитерок жаккарда. Здесь вот элементы встречаются из свитера Мариус. Я думаю, если вы видели мой мастер-класс, то вы 100% узнали этот узор. Это чередование таких крестиков и ноликов. И вот такие вот дорожки с елочками. Кстати, мне очень нравится этот узор. Такая классная, очень простая лапа пейса. И, к слову, друзья, когда свитер вяжется полностью жаккардом, очень легко вывязать азиатский росток. Просто используя на какой-нибудь один раппорт узора больше по спинке. Или, например, на один и вторую. Вот эти две полоски повторить по спинке. За счет этого получится очень хороший росток. И, да, джемпер будет более практичным в носке, не будет душить малыша и при этом не будет сильно оголять горловину. Либо просто можно связать росток у горловины просто одним цветом и затем уже пускать сам узор дальше. Классные штаны. Посмотрите, какие интересные карманы нам дизайнеры предлагают. Обязка здесь тоже в полосочку. В общем, классная идея. Интересные детские штанишки такие. Кстати, в Скандинавии очень популярны вязаные штаны. Это такие а-ля советские гамаши. Но все равно здесь часто детки ходят в такой одежде, вязаные. Главное, чтобы было тепло. И если связать из хороших натуральных составов, то действительно это будет греющая вещь, а не просто какой-то очередной покупной полиэстер. И теперь очень такой классный модный свитер в клетку. Посмотрите, какая интересная идея. Вяжется как бы спущенное плечо. Перед и спинка оформляются клеточкой. И дополнительная обработка в виде рукавов, горловины и вот таких вот застежек на плечах. Выполняется синим цветом. Отличный такой джемпер для мальчишки. Хотя мне кажется, если связать его из каких-то более ярких, таких девчачьих цветов, то это будет неплохой вариант и для девочки. Вот. Такой классный свитер. Теперь немного толстенькой пряжи. Я вам говорила, да, что скандинавы любят такую пряжу. Толстую, пушистую, немного подваленную. Изделия из нее напоминают бабочкину поношенную кофту. Но это очень тепло и считается стильным. По крайней мере в Норвегии. Поэтому таких моделей будет очень много в журналах. Поэтому да, друзья, я просто делюсь с вами тем, что здесь актуально. Вот такой вот кардиган из толстой пряжи. Кстати, вяжется он очень-очень быстро. Здесь планка. Она двойная. То есть выполнена в подгиб, скорее всего. У меня, кстати, есть подобный способ обработки. Я очень подробно показываю в мастер-классе на кардиган с японским плечом. Там вот как раз очень-очень подробно показана эта планка. Как поднять петли я показывала. Как вязать резинку. Как выполнять подгиб. В общем, все-все-все это есть. И вот еще один джемпер. Тоже из толстой пряжи. Очень просто вяжется. Здесь несколько цветов. Такой небесно-голубой. Цвет талой воды. Такой коричневатый. Наверное, как цвет какао. В общем, интересные цветовые решения. Вот. Такой вот объемный, классный, теплый свитер. И все. Теперь немного пряжи. И идут описания. Давайте по традиции покажу вам немного, как выглядят описания. Здесь идет сначала информация о пряже, о размерах, на которые можно связать данное изделие. Затем идут описания, например, на жакет, на штанишки. Вот. Их не параметры, да, скажем так, в сантиметрах. И затем идет описание. Сколько нужно цветов. На какой размер сколько цветов нужно. Какой пряжи. И потом идет уже по петельное описание. Да. Такое вот обычное, самое простое. На какой размер сколько набрать. Есть также схемы всех узоров. Какие-то технические моменты, как выполнять прибавки из протяжки показаны. Как вязать полушнурайкорд. То есть все эти моменты здесь показаны. Также есть вот все-все-все узоры. По крайней мере, один рапорт узора здесь показан. Все обозначения также есть. Единственный момент, друзья, это все на норвежском языке. Еще что я хотела вам показать, это схемы жаккарда. Сейчас. Ага, здесь схемы узоров. А вот, собственно говоря, так выглядят схемы жаккардов. То есть прописано для какого изделия. То есть это имеется ввиду платье, кардикан или чепчик. Здесь вот будет прописана диаграмма, какая А, Б используется. Вот, например, для круглой кокетки однозначно будет вот это. А вот эти вот узоры, скорее всего, будут идти для чепчиков, либо для кардикана. На разные размеры. Так что, вот, друзья, все вам показалось. Все рассказала. Так выглядит журнал. В общем, да. Немного атмосферных фотографий. Кстати, это мои любимые спицы. Кубические, деревянные от НИКПРО. В общем, друзья, я думаю, что на этом я буду заканчивать данное видео. Хотела сказать огромное спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Мне, правда, невероятно приятно, то, что вы уделяете свое время на просмотры моих роликов. Также я буду вам крайне признательна, если вы поддержите это видео лайком. Если вдруг вы считаете, что в нем есть полезная информация, то можете поделиться этим роликом со своими друзьями в социальных сетях. Для этого просто нажмите на стрелочку «Поделиться» и выберите ту социальную сеть, в которой вы хотите опубликовать данное видео. Ваши друзья также смогут его посмотреть. В общем, друзья, если вам понравились какие-то модели и это видео было для вас полезным, то дайте мне об этом, пожалуйста, знать в комментариях. Просто напишите мне несколько слов, мне приятно будет это прочитать. Также можете рассказать о тех моделях, которые вас вдохновили, чем-то зацепили, или вы будете использовать какие-то эти элементы. Напоминаю, что бесплатно электронную версию журнала со всеми описаниями, со всеми изображениями, иллюстрациями, вы можете скачать по ссылочке, которую я для вас оставила в инфобоксе. Также там вы найдете ссылки на все мастер-классы, о которых я сегодня вам рассказывала, ссылки на инстаграмы вязальщиц, которые вяжут потрясающие вещи для малышей. Также я оставлю для вас, все для вашего вдохновения. Поэтому вяжите с удовольствием, возвращайтесь на мой канал. Если вдруг вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Я рада каждому новому присоединившемуся в наше вязальное сообщество. Поэтому, друзья, не прощаюсь с вами надолго. Говорю вам до новых встреч. Мы увидимся уже с вами очень скоро в следующем видео. И да, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok